Привет автомобилистам, умным гаражистам, знатокам машины шин. Для вас самые последние новости. Исторические факты из мира шин и автомобилей. Перед началом новостей прошу всех наших подписчиков подписаться на наш канал в Телеграм. Это позволит вам быть в курсе последних событий в шинной и автомобильной индустрии. Китайская компания Сэй Лун продолжает активно развиваться на мировом рынке. 26 июня компания объявила, что построит в Циндао, провинции Шаньдунь, Китай новый завод стоимостью более 2 миллиардов долларов, на котором будет выпускаться 10 миллионов легковых, 20 миллионов грузовых, а также 150 тысяч тонн для спецтехники. На проектную мощность предприятие должно выйти через 5 лет. Сейчас Сэй Лун уже владеет семьюшинными заводами, расположенными в Китае, Камбодже и Вьетнаме. И буквально на следующий день, 27 июня в Сербии, на заводе Сэй Лун была выпущена первая цельностальная радиальная шина для грузовых автомобилей и автобусов. Начало производственного цикла соответствует обязательству представителя Ленглунг Тайр Ван Фэна о том, что завод перейдет на начальный этап производства до конца первой половины 2022 года. В то же время Сэй Лун Тайр Америка заявляет о намерении открыть американский технический центр в Читануге, штат Теннесси, США, который будет разрабатывать шины для легковых автомобилей, легких грузовиков, внедорожников и средних грузовиков, а также шины для электромобилей. Шины, разработанные там в конечном итоге попадут как на автомобильные заводы, так и на рынок замены. Но вот по-видимому китайский производитель серьезно намерен расширить свое присутствие во всех сегментах шинного рынка. Японская компания Тойо Тайрс планирует запустить производство на шинном заводе в Инджи из Сербии в июле 2022 года. После запуска производства компания планирует пройти различные сортификации, после чего завод постепенно выйдет на проектную мощность 5 миллионов шин в год. В июне Тойо объявила, что в рамках подготовки к открытию завода она создала в Европе новую холдинговую структуру. Это должно ускорить процесс принятия решений и улучшить взаимодействие между торговыми производственными отделениями с целью увеличения эффективности. Вчера состоялась церемония открытия нового завода Бриджтоун по производству гоночных шин в США, открытие передового центра по производству шин ATPC в Арконте, штат Огайо, дает Бриджтоун Америка возможность повысить эффективность и устойчивость производства гоночных шин. На заводе стоимостью 21 миллион долларов в США, где работает команда и 60 человек, будут производиться все гоночные шины Firestone Firehawk для серии NTT IndyCar. Компания Мишлен придумала, как запустить свой российский завод. 28 июня Мишлен заявила, что было принято решение о передаче деятельности в России локальному менеджменту до конца текущего года. После приостановки производственной деятельности в России 15 марта группа Мишлен делает заявление об отсутствии технических возможностей для ее возобновления, в частности, ввиду логистических сложностей в текущем неустойчивом неопределенном контексте, говорится в заявлении компании. Группа вынуждена запланировать передачу всей своей деятельности в России до конца 22 года и изучает возможность передачи производственных и коммерческих активов нынешнему локальному менеджменту. Мишлен также работает над поиском лучшего решения для своих сотрудников. В компании также подчеркнули, что новая организация не будет связана со структурой марки Мишлен. Ну и в завершение новости автомобильной промышленности. Новый Mercedes-Benz EQB 2022 года представляет собой полностью электрический компактный внедорожник, весит 2,1 тонны и развивает мощность 292 лошадиных силы. В этой версии поставляется он с 19-дюймовыми дисками и в стандартной комплектации будут устанавливаться на заводе шины Continental, которые будут поставляться в версии Eco Contact 6 в размере 235-50R19-103TXL. Ну а вот новый серийный автомобиль, который возрождается под российским брендом, советским брендом, такая официальная информация о москвиче, еще недавно, который носил название Renault Россия. И как известно, новыми москвичами не будут перелицованные кроссоверы Renault, которые ранее выпускались на заводе. По заявлению главы Минпромторга Дениса Монтурова. Новая модель будет создана совместно с китайскими партнерами. В ожидании официальных заявлений создатели группы предлагают поразмышлять над возможной внешностью новых моделей. И вот в качестве кандидатов на попадание на московский конвейер «Москвич» указаны китайский седан Bit F3 и пара электрических хэтчбэков – это Bit E2 и Jack EV7S. Последний кандидат выглядит чуть более реалистичным, чем остальные. Ну и по крайней мере в части бренда. В запуске «Москвич» также участвует КамАЗ, который должен поделиться своими контактами. Ну а из китайских компаний российский производитель наиболее близко сотрудничает как раз с Jack. Ну вот и все на сегодня. Ждем следующих новостей из мира шин и автомобилей. Увидимся с вами как всегда через неделю. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм и Ютуб, чтобы оставаться в курсе самых последних новостей и новинок шинного рынка. И, конечно, посетите наш сайт – интернет-магазин 4точки, профессиональный эксперт в области шинодисков. В каталоге нашего интернет-магазина вы найдете широкий ассортимент шин и новинок, о которых мы рассказывали в наших новостях. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова